Русская сенсация в Париже. Так оценивают эксперты моды коллекцию российского дизайнера Ульяны Сергеенко. Исторические аллюзии и современность, роскоши, стиль, гранж, высокая мода в сочетании с простотой. Столицу моды, Париж, удивить трудно и покорить непросто, но Ульяне Сергеенко это, кажется, удалось. В дверях просторных залов дворца появились не то аристократки, не то бунтарки. В корсетах, шляпках, струящихся платьях, так и в мир моды вошла новая коллекция Ульяны Сергеенко. Это единственного российского дизайнера официальной программы «Неделя от кутюр» в Париже. Модельеры, чьи наряды носят мировые звезды и выкупают их еще до модного показа. Пол коллекции мы боялись, что не получим ее для показа, поскольку был запрос от одной очень знаменитой американской звезды, я даже не могу назвать имя. Вот 10 луков улетело, мы получили их сегодня утром, могли не получить. Когда случаются такие вещи, тут мы пообещали быть конфиденциальными. Коллекция Сергеенко это всегда история, вымышленная и невероятная. Вот и сейчас две эпохи в одном наряде. Конец 19 века Российской империи и 80-е годы Советский Союз. Щедрый поимперский декор и широкие спортивные бомберы. Стянутая талия и золотые цепи. Вуаля! А вот и он, знаменитый плащ из 80-х. Раньше в таком многие ходили. Ну, из тренажерки, например, сразу на дискотеку. Теперь спортивные детали заменили на элементы от кутюр. Например, вот этот манжет. Или вот этот сложный двусторонний бесшовный крой. Но главное здесь, на спине, это фактически картина. Каждый рисунок вручную расписывали художники Петербургской мастерской. Некоторые детали наряда могут быть вообще предметами интерьера. Сумки, как скульптуры. Золотые рыбки из райского сада Юсупова. Или наряженные от кутюр и расписанные вручную кошки. Вот киску нужно кошечку каким-то таким образом посетить. А можно ее приоткрыть? Да, конечно. То есть для того, чтобы подкинуть сумку, нужно ее перевернуть. Лучше, чтобы содержимое, да? Да, да, да. Но все-таки она, знаете, больше как piece of art. Поэтому телефон сюда, можно поместить помаду, все, что необходимо. Девушки. У нас очень много масок, шляп, кепок. Чего-то такого, что, знаете, в воздухе должна быть тайна, интрига и флирг. За кулисами роскоши стилисты взмахивают шпильками и кисточками с противоположным настроем. Простота и небрежность. Уступая место нарядам, макияж и прически остаются скромными. В таком сочетании рождается сексуальность, считают в модном доме. Посмотрите, эта прядь начинается из середины, а это сбоку. Пучок наклонен в сторону, будто девушка сама его делала. Изюминкой коллекции, как и прежде, осталось вологодское и елецкое кружево. А из дворцовых узоров сотканы платья целиком. В палитре дизайнера желтый, канаречный, лиловый. Легкость красок подчеркивает сложная техника. Почти все материалы сложно сочиненные. Притопанный шелк, жаккард с цветами, многофактурное полотно пэтчворк или лоскутное шитье. Сразу видно, что некоторые работы – это месяца тяжелой работы для ее студии. И при этом это так свежо, это как-то ново, совсем не то, что делают все вокруг. Ничего необычного для Ульяны. Каждый ее показ – это нечто новое. Я к сюрпризам уже привыкла. У нее такое восприятие мира. Кажется, на подиуме фотографии Прокудина-Горского соседствуют с клипами Мадонны и Дэвида Боуи, несовместимые на первый взгляд эпохи в гармоничном дуэте. К новому прочтению истории пытались привыкнуть зрители, которые после показа еще долго не расходились и оживленно беседовали, что скорее исключение, чем правило недели высокой моды. Яна Подибан, Алексей Лабушкин, Екатерина Колоницкая, Руслан Башко, Первый канал, Париж.